Число заразившихся коронавирусом превысило 113 тысяч человек. Умерли более 4 тысяч. Больше всего случаев в Китае. Далее идет Италия. В России, по данным Роспотребнадзора, коронавирус обнаружили у 20 человек. Это двое граждан Китая, 17 россиян вернулись из Италии и один гражданин Италии. В Кузбассе заработал единый номер горячей линии для обращения жителей региона, приехавших из неблагополучных по коронавирусу стран. Ее создали на базе Кемеровского областного центра медицины катастроф. По номеру 8 800 201 25 22 кузбассовцы должны сообщить о стране, в которой были, а также о датах пересечения границы. Разработанный алгоритм, который, в общем-то, используется всеми субъектами Российской Федерации. Мы работаем по коронавирусной инфекции на профилактику этого заболевания, на профилактику возникновения и распространения с конца января, получается, 2020 года. На сегодняшний день обозначено 4 страны, которые считаются эпид неблагополучной по коронавирусной инфекции. Я говорю в режиме онлайн-времени. Завтра может измениться что-то, но именно на сегодняшний день. Это Китайская народная республика, это Южная Корея, это Италия, Иран. О всех лицах, которые прибывают с данных стран, передается информация в управление Роспотребнадзора по Кемеровской области из субъектов Российской Федерации. Это Московская область, аэропорт Шереметьево, это Хабаровский край, это Забайкальский край. Эта информация передается в течение 24 часов. Получаемую информацию управление Роспотребнадзора по Кемеровской области в независимо праздничных и выходных дней передает в муниципальные образования, в территориальные отделы Роспотребнадзора, в муниципальных образованиях. И затем лица, которые прибыли с эпид неблагополучных стран, берут под медицинское наблюдение, согласно стандартам, разработанным Роспотребнадзором и Министерством здравоохранения, берут под медицинское наблюдение на 14 дней. Для того, чтобы лицам был выдан листок нетрудоспособности, у нас же все законодательно обосновано и закреплено, выдается постановление об изоляции, на основании которого выдается лист нетрудоспособности, если это необходимо, потому что, как показывает практика, у нас большая часть это неработающее население, выезжающее в этой страны и не нуждающееся в листах нетрудоспособности. Ежедневно доктора подтвердят, проводится термометрия, осмотр данных лиц и на 10-й день медицинского наблюдения, то есть с момента пересечения его границы Российской Федерации проводится обследование на новую коронавирусную инфекцию.